вот улица не освещается здесь дети ходят в школу школа находится дальше вот где видно свет в конце туннеля нету ни тротуаров не освещение автобус школьный весной и осенью здесь проехать не может как вот как детям до знаний доходить вот непонятно везде темнота 21 век на дворе лужи кругом вот в эти лужи страшно встать по пояс канавы будут весной тут надо вообще можно подводную лодку запускает сюда и скроется она здесь автобус школьника ходит автобус школьника ходит через поселок там через дворы и центральной дороги находят в обход в обход по дворам идет фонари стоят все только лампочки поверх ну и в администрацию обращались обращались какая реакция в реакция следует чем этом говорили в администрации то что нет финансирования они все это рассматривают а как обещали обещанного три года вот все отписали тоже не неоднократно вас это неоднократно писали и говорят что пожелание ваш учтем сейчас семнадцатого уча восемнадцатый год уже пожелание учиться это обычные дежурные отписки понятно не так видно что тут как бы здоровая такая обойти даже летом пока снега нет вот дымой вот тут сугробы ну вот тут сугробы то есть народ либо вот так идет в осеннее получается весеннее даже весеннего период сейчас вот две лужи 3 а весной и осенью это все вот в одно превращается то есть можно это 100 метров устраивать олимпийский вид на лодку перевозить да можно так вкладка и он до конца тут получат лужи плюс темно конечно очень темно вот обращались очень умнее никуда не обращались к нашему дому только здесь проход или с другой стороны ну там можно тоже заросло канализация затапкивает все здесь затапливает уже топит да по весне вот конечно его и по весне и по зиме и по осени всяко разно канализация всплывает независимо от времени года дом дом то не халорийный уже до этого мы были на улице менделеева тоже она была не освещенная это вот получается той стороне у нас остановка гидролизный завод маймахстанское шоссе той стороне 22 отделение связи здесь непосредственно ходят люди и на остановку и также бабушки на почту основная пешеходная артерия поселка не освещена жутко здесь мы займемся этими вопросами потому что действительно длительное время никто ничего не делал то есть надо здесь навести порядок я считаю очень много людей ходит очень много людей страдает